Лишить права вета Россию в Совете Безопасности ООН призвал президент Украины Петр Порошенко на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Там впервые прошли дебаты по новому пункту повестки дня о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. По словам Порошенко, Россия с 2015 года блокирует вопрос о развертывании миротворческой миссии на востоке Украины за дебатами, следила корреспондентка ЮИТВ Юлия Башко. Перу, Литва, Италия, Канада, всего 30 стран членов ООН выступили в дебатах по вопросу о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Россия получила внушительную порцию критики и осуждения действий на Донбассе и в Крыму. «Мы призываем Россию прекратить подпитывать конфликт путём поставки своей военной поддержки вооружённым группировкам, а также вывести оружие и личный состав с украинских территорий, не подконтрольных правительству Украины». «Европейский союз не признаёт и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова России, который остаётся явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины». «Наши санкции, введённые в связи с ситуацией на Донбассе, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения. А наши санкции, введённые в связи с ситуацией в Крыму, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернёт Крым». «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины – это новый пункт повестки дня. Генеральная ассамблея его включили в сентябре 2018 года. Он даёт возможность украинской стороне поднять вопросы российской агрессии в любое время». «Рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН нового пункта повестки дня является чётким свидетельством готовности ассамблеи решать насущные вопросы. Общая численность российских вооружённых сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч военных. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль». «Для нас украинский конфликт – это боль. Для западных стратегов – бесконечная радость. Потому что в вашем сознании, чем хуже Россия, тем вам лучше и радостнее». Реакция России в дебатах более чем предсказуема. Особенно после заявления президента Украины о возможном лишении России права вета на заседании в Совбезе ООН. «Возможно, пришло время поставить Россию на место. Начать с лишения её права вета. По крайней мере, когда речь идёт о вопросе российской агрессии против Украины». В случае, если Россия потеряет право голоса на Совбезе ООН, Украина сможет поднять вопрос о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. «Наш план – проект резолюции про развертывание миротворческой миссии на Донбассе. Делегация подготовила ещё три года назад. Но до сих пор мы не могли положить его на стол, поскольку все понимают, что Россия его заблокирует». В ходе выступления, а после ещё во время двусторонней встречи с генеральным секретарём ООН Антонио Гутерришем, президент Украины предположил возможность введения технической миссии, которая определит формат размещения миротворцев. «Примечательно, что первые дебаты по вопросу ситуации на временно оккупированных территориях проходят в пятую годовщину начала российской агрессии. За пять лет Россия оккупировала около 7% территории Украины. Всего во время военного конфликта погибло 13 тысяч украинцев, и 28 тысяч получили ранения». Из Нью-Йорка Юлия Башко, Антон Куница, UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова